О состоянии и тенденциях развития гражданского общества. Общественная палата Немецкого округа впервые представила итоги работы за минувший год. Поддержали инициативу региональной власти, просят наделить их полномочиями по содержанию посадочных площадок гражданской авиации. Жители региона задолжали 19 миллиардов рублей различным инстанциям. Судебные приставы Немецкого округа подводят итоги работы за прошлый год. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Общественная палата Немецкого округа впервые представила итоги работы за минувший год. Представитель палаты Екатерина Бурдикова зачитала доклад о состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Немецком округе в 2015 году. Общественная палата в нашем регионе была сформирована в апреле 2013. В ее структуре работают четыре комиссии по социальной политике и работе с молодежью, по вопросам природопользования и социально-экономического развития, по вопросам инфраструктуры и экологии и по вопросам развития институтов гражданского общества. В своем выступлении Екатерина Бурдикова рассказала об основных актуальных направлениях некоммерческого сектора региона. Председатель подробно остановилась на вопросе патриотизма и работы военно-патриотических объединений в регионе. По мнению общественной палаты округа необходимо сформировать программу патриотического воспитания населения с учетом возрастных категорий жителей региона. Екатерина Бурдикова также отметила, что в Немецком округе повысила степень доверия гражданским институтам. Об этом говорит количество обращений в общественную палату. За прошлый год в общественную палату поступило более 500 входящих писем от различных организаций. И зарегистрировано больше 100 исходящих писем. Важным направлением в работе общественной палаты является обращение граждан. В тематике актуальных тем можно выделить следующие категории – ЖКХ и переселение из ветхого аварийного жилья, социальная сфера, государство, общество, политика, экономика. После доклада выступающему поступили вопросы и замечания. Так, депутат Андрей Ружников отметил слабую работу общественной палаты по проведению общественной экспертизы законопроектов и отсутствие предложений по наиболее важным вопросам социально-экономического развития округа. Кроме того, депутат отметил отсутствие полезной информации на официальном сайте организации, в то время как окружной закон об общественной палате обязывает информировать население округа о результатах своей деятельности. Губернатор округа поинтересовался, насколько налажено взаимодействие членов общественной палаты с общественными советами при органах власти. Также глава региона затронул вопрос о передаче некоторых социальных услуг в некоммерческий сектор. Мы создали вам обеспечивающую структуру, которая обеспечивает финансово, материально-технически общественную палату. И сегодня, когда мы ставим вопрос с декабря месяца о том, что давайте будем выполнять социальные функции, мы готовы снять их с наших бюджетных учреждений, переложить на общественность, на некоммерческий сектор. Вы говорите, а вы нам сделаете дорожную карту. Игорь Кошин дал поручение своему заместителю, руководителю Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинель Семяшкиной подготовить информацию для общественной палаты о социальных услугах, которые могут быть переданы на конкурсных условиях некоммерческому сектору. Руководитель общественной организации ветеранов Вячеслав Карипанов добавил, общественная деятельность – дело добровольное, а не принудительное. Важность личной инициативы и участие объединения граждан в жизни округа отметила и заместитель председателя Собрания депутатов Татьяна Бадьян. На сегодняшний день серьёзным направлением является участие НКО при реализации социальных проектов, помощь пожилым, открытие детского сада, волонтёрское движение, уборка территории, развитие ТОСов и так далее. То есть те направления, где порой нужно использовать свои самые нормальные человеческие чувства. Это проявить энтузиазм. По итогам обсуждения в адрес председателя поступил ряд других предложений. С докладом можно ознакомиться на сайте общественной палаты Ненецкого округа. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Депутаты окружного парламента поддержали своих коллег из Государственной Думы. Они предлагают внести поправки в федеральный закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Законопроектом предлагается наделить региональные власти полномочиями по содержанию, развитию и организации эксплуатации посадочных площадок гражданской авиации. До настоящего момента в федеральном законодательстве не было четкого закрепления обязанностей по обустройству таких площадок за тем или иным уровнем государственной власти. Законопроект направлен на эффективное обеспечение полномочий субъектов Российской Федерации по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом и развития региональной авиации. Мы прекрасно знаем, что в округе один аэродром, аэропорт в городе Наринмаре, в остальных населенных пунктах посадочные площадки. И вот судьба этих посадочных площадок была очень разная. Их то передавали муниципалам, то району. И сейчас только после того, когда этот проект будет рассмотрен в Государственной Думе, субъект будет иметь право выделять средства на содержание этих площадок. Более того, будет иметь право оформлять собственность на эти посадочные площадки. Это, по словам законодателя, значительно расширит возможности нашего округа и позволит улучшить организацию транспортного обслуживания для жителей села. В Нинецком округе числятся 18 взлетно-посадочных полос. Более 19 миллиардов рублей задолжали жители и предприятия округа различным инстанциям в 2015 году. Судебные приставы Нинецкого округа подводят итоги работы за прошлый год. На заседании судебной коллегии руководители отдела федеральной службы рассказали об основных показателях и планах на 2016. Более 12,5 тысяч исполнительных производств было запущено судебными приставами в 2015 году. Большую часть из них составляют дела по судам общей юрисдикции, административным штрафам, взысканию долгов в пользу ЖКХ, заработной платы, налогов и алиментов. Эти группы дел считаются социально значимыми и находятся на особом контроле главного судебного пристава Нинецкого округа. Так, в 2015 году окончено 557 производств по алиментам, 267 по взысканию заработной платы, 200 по налогам и более 500 по коммунальным долгам. В целях повышения эффективности изполпроизводства в отчётном периоде отделом реализован комплекс мер, в том числе по оптимизации межвежуственного взаимодействия с органами государственной власти, кредитными и иными организациями по вопросам принудительного исполнения требований из полудокументов. Помимо административной ответственности, должники привлекаются к уголовной. Таких в прошлом году было 40 человек. Злостным неплательщикам также ограничивают выезд за пределы страны. В 2014 году за рубеж не смогли выехать 292 должника, в 2015 – уже 423. В цифровом выражении итогом работы судебных приставов округа стали 717 миллионов рублей, которые удалось взыскать с граждан и организацией. В целом, подводя итоги работы за 2014-2015 год, можно сказать, что уровень работы остался на прежнем уровне. Таким образом, в 2015 году 12 509 исполнительных производств возбуждено было отделом на сумму 19 841 364 000. В течение года судебные приставы работают с населением, проводят встречи со школьниками, приглашают жителей на дни открытых дверей и сдают памятки для должников. Специально для них был разработан банк данных исполнительных производств. С помощью этого сервиса в любом уголке мира можно узнать о своих долгах. За 12 месяцев его посетили более 4000 жителей округа. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненинском округе установили профессиональное почётное звание. Они будут присваиваться жителям региона за особые заслуги и высокий уровень мастерства в различных сферах трудовой деятельности. В Ненинском округе установили профессиональное почётное звание. С целью повышения статуса профессий, важных для развития округа, принято изменение в окружной закон о наградах и почётных званиях. В новой редакции закона учреждены 24 почётных звания Ненинского округа. Они будут присваиваться жителям региона за особые заслуги и высокий уровень мастерства в различных сферах трудовой деятельности. В сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, сфере ЖКХ, транспорте, нефтегазовом секторе. К наградам могут быть представлены оленеводы, чумработницы, врачи, строители, экологи, а также работники сферы ЖКХ, рыбного и сельского хозяйства, нефтегазодобывающей промышленности, транспорта, социальной защиты. Предлагается разделить все награды Ненинского округа на государственные и иные награды. Дополнить перечень наград знаками отличия первой, второй, третьей степени, а также профессиональными почётными званиями. После принятия законопроекта в первом чтении он был дополнен званием почётный работник физической культуры и спорта НАУ. Кроме того, будут определяться кандидаты для присуждения званий почётный общественный деятель Ненинского округа и заслуженный предприниматель Ненинского округа. Законом дополнительно учреждены два знака отличия – за безупречную службу и трудовая доблесть. Их будут вручать за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и эффективную работу. По правками определена и дата, в которой будут вручаться все награды в День России 12 июня. Человек труда. Именно о таких людях, которые отдают себя целиком и полностью своему делу, мы рассказываем каждую пятницу в рамках одноименной рубрики. Сегодня Человек труда Галина Сергеева. Незадолго до международного женского праздника, 8 марта, мой коллега Андрей Чуклин встретился с медицинской сестрой педиатрии поликлиники Заболярного района. Ремесло медицинской сестры с давних времен считается делом благородным и необходимым обществу. Да, они не делают операции, не проводят сложных диагностических процедур, не исследуют причины заболеваний. Но они первыми в трудных ситуациях спешат к пострадавшим, чтобы оказать помощь, перевязать, утешить немощных. А во время войн и вооруженных противостояний их трудовым героизмом были спасены миллионы людей. Один факт того, что во время Великой Отечественной войны на полях сражений наравне с бойцами делали свое дело 500 тысяч фельдшеров, медсестер и санитаров, уже говорит об их неоценимом вкладе в победу. Современная медицинская сестра пусть и не выносит раненых с полей сражений, но тем не менее и в мирное время их труд востребован, необходим и очень ценен для общества. Я вообще-то хотела стать воспитателем в детский сад. Мне очень нравится работа с детьми. Но семейные обстоятельства пододвинули планы об учебе на воспитателя. По совету хорошей знакомой она пошла работать в поликлинику. У меня на участке была патронажная медсестра Салуянова Ольга Вениаминовна. И она меня пригласила сюда в поликлинику работать в регистратуру. А через год при местном педучилище открыли отделение Архангельского медучилища по подготовке медицинских сестер. И Галина Михайловна, ничуть не сомневаясь, окончила его. И вот с 1992 года она трудится на одном из участков поликлиники Заполярного района поселка Искателей. И с годами нагрузка только возрастает. Во-первых, это входит в обязанности патронажи, приемы, все направления. Но самое, наверное, тяжелое – это патронажи. Потому что участок большой, разбросан. И в летнее время проще. А в зимнее время, конечно, потяжелее ходить по поселку. По словам Галины, особой привязанности к профессии она не чувствовала. Единственное, что тогда было определяющим – работа с детьми. Но с годами, чем больше она погружалась в премудрости этого ремесла, чем больше узнавала людей, тем более проникалась и к этому делу, которое исполняла. Главное для нее – быть полезным людям и на совесть исполнять свои обязанности. Я пришла в 1992 году. У меня уже сейчас, на данный момент, вот те дети, которые были маленькими, им было по году, до года, сейчас они уже мамы. Сейчас я уже хожу к их детям. Поэтому, ну как, конечно, любовь есть. Каждого ребенка знаешь на участке, каждую мамочку знаешь. Поэтому, наверное, любовь-то, конечно, есть. И тут, конечно, не обойтись без определенных человеческих качеств. Ведь кроме профессиональных обязанностей, медицинская сестра, а тем более работающая с детьми, просто не может не откликаться душой и сердцем на проблемы людей, понимать их состояние в той или иной ситуации. Я думаю, что здесь больше, наверное, надо выдержки, доброты, наверное. Потому что, ну, люди ведь разные, да, и каждый приходит со своим характером. А особенно если болеют дети, да, мамочки переживают все, они нервничают. Поэтому надо каждому иметь свой подход. И, конечно, работа особенно осложняется, когда кто-то из коллег увольняется, а на смену никто не приходит. Тогда на оставшихся падает дополнительная нагрузка. И людей получается в два раза больше на участке, да. И вот, допустим, сегодня. Мамочки ругаются, потому что это... Или раньше они пришли у нас по талону, вовремя прошли и ушли спокойно. А так не получается сейчас. Но стараемся так всё равно всех принять. Никогда никому ни в чём не отказываем. А кроме того, помимо педиатрии, порой, когда не хватает медсестёр по другим направлениям медицинского обслуживания, приходится идти и работать на другом участке с другой специализацией. Если не хватает у нас специалистов, бывает, что ты работаешь и с лором, и с хирургом. Я первое время очень долго работала с невропатологом. Ильина у нас работала. Вот мы с ней долго работали. Поэтому наша профессия не только... Если ты вот сидишь на участке на педиатрическом, то больше никуда нет, везде. Буквально полчаса, побыв в кабинете педиатрии, непривычный к детскому плачу и крику человек начинает чувствовать некоторый дискомфорт. А каково это почти каждый день на протяжении многих лет испытывать свои нервы на прочность? Это каждый день. Но в четверг особенно, потому что у нас идут прививки. И поэтому здесь уже погромче кричат и побольше маленьких детей. Если в такие дни у нас дети разновозрастные, то в День здорового ребенка у нас только маленькие дети. А еще работа в передвижных медицинских отрядах. Поездки по населенным пунктам округа по программе «Красного чума» медицинского обслуживания оленеводов. И все это за относительно небольшую зарплату. И отчасти поэтому приток молодежи на эту работу является проблематичным. Хотя, по словам Галины Сергеевны, дело не безнадежно. Есть девушки, желающие связать свою трудовую деятельность с медициной. И здесь ведь, как говорится, в материальном плане, кто хочет заработать, тот найдет способ это сделать. Если у человека есть желание, они же могут и подрабатывать. Я же говорю, что не только на своем участке, они могут подрабатывать и на других участках. Платные у нас услуги есть. Поэтому, в общем-то, стационары на дому у нас сейчас тоже введены в практику уже третий год. То есть вот эти детки, которые маленькие, болеют, а в отделении мамочки не все хотят. Допустим, у нее трое маленьких детей. Один ребенок заболел, мы должны его положить в больницу, а двое куда остальных она-то денет. Поэтому сделали стационар на дому. Поэтому мы с врачом каждый день ходим, смотрим, назначаем лечение и следим, чтобы все выполнялось. Еще 10 лет назад медики в провинции только мечтали, что новые технологии придут и к ним. И вот они пришли. Многие процессы стали компьютизированы. И оказалось, что не все с этими новыми технологиями так уж однозначно. Новшество-то, конечно, это хорошо, но меньше обращаешь внимание уже на больных. Потому что в основном ты сидишь в компьютере. Поэтому одна сторона-то легче, а другая сторона, ну, как бы себя сказать, не сильно оправдывает. Ну, хочется больше внимания, чтобы больные получали. И, конечно, Галина Сергеевна отлично помнит первую и главную заповедь всех медицинских работников, которой должен следовать любой, кто работает или только собирается связать свою жизнь с врачеванием людей. Самое главное – это не навредить. Ну, естественно, доброта спасет мир. Андрей Чуклин, Владислав Носкин, телеканал «Север». Тюльпаны, гиацинты и нарциссы в условиях Крайнего Севера. В школе поселка Амдерма учитель биологии и ее ученики выращивают луковичные растения. Несложная технология, немного любви и терпения. Вот нехитрый рецепт по выращиванию цветов в условиях Крайнего Севера. С января по мае в школе поселка Амдерма цветут яркие тюльпаны, ароматные гиацинты и нежные нарциссы. Проект по зимней выгонке луковичных растений под стилизованным названием «Фан-фан-тюльпан» уже несколько лет притворяет в жизнь учитель биологии и химии Ирина Коваль и ее ученики. Помимо эстетического наслаждения, ребята из Амдерминской школы получают бесценный опыт научно-исследовательской работы. История цветочного проекта началась дома у Ирины Коваль. Затем процесс плавно перекочевал в школу и стал частью образовательного процесса. На начальном этапе выращивания самое главное было создать оптимальное условие зимнего покоя. В школе место такое интересное можно найти на первом этаже под лестницей, чтобы зимний покой вот этот вот обеспечить. И ну вот как-то один год мы поставили вот эти коробки, начиная буквально, ну я не знаю, наверное, что десяток, может быть, вот этих луковиц. Луковицы высаживают в сентябре. Несколько месяцев они спят в теплой почве. В это время учитель поддерживает интерес школьников укреплением теоретических знаний. Пока вот этот зимний покой, оно приблизительно где-то на два месяца. И если не подпитывать их, вот допустим, не проводить тематические занятия, допустим, а что луковицы внутри, там, а вот как влияют условия, а если, допустим, изменить температурный режим, вот, а как мы будем создавать там искусственную весну, если не подпитывать, то оно как-то даже за два зимних месяца, оно и забывается. Но потом, когда видят уже росточки, допустим, уже достаем, мы переносим в Абаранскую, в кабинет, тогда уже, конечно, прибегают, смотрят. Успехом Ирины Ковали и ее учеников уже заинтересовались местные жители. Берут на вооружение секреты цветоводства, рассказывает учитель биологии. Кстати, результаты проекта исследователи с удовольствием дарят окружающим. В будущем к тюльпанам, гиацинтам и нарциссам могут прибавиться фуксии и розы. А проект может получить дополнительный стимул. Ирина Коваль намерена принять участие в конкурсе грантов на развитие и поддержку проекта. Ирина Цепетова, Телеканал Север. В преддверии Международного женского дня у мужчин появилась уникальная возможность поздравить своих любимых женщин. Впервые в город приехала меховая выставка «Зимняя сказка». Цельная норка, шубы из мутона и многое другое. Выставка «Зимняя сказка» в нашем городе работает впервые. Но покупатели уже наслышаны об отменном качестве и доступных ценах. Предоставленный модельный ряд и цветовая гамма способны удовлетворить вкус даже самого притязательного покупателя. А опытные продавцы-консультанты всегда готовы прийти на помощь к растерявшимся от такого многообразия покупателям. На данный момент проходится несколько акций у нас. Такая как мутоновая шуба до 50 размера, невзирая на длину, отделку и другие характеристики, будет стоить 15 тысяч рублей. А также норковые шубы цельные от 35 тысяч рублей. Все изделия можно приобрести как за наличный расчет, за безналичный с использованием банковской карточки, также в кредит и в рассрочку. На меховой выставке Наринмарцам предоставляется более тысячи меховых изделий. Нутрия, кролик, рекс, енот, сурок, дубленки, шубы по колено и в пол, с капюшоном и без, короткая или длинная. Она обязательно должна быть в гардеробе каждой современной женщины. Помимо красоты, покупатели порадуют и то, что изделия из норки производятся не из привозного сырья. Все изделия фабричные российского производства. Это Кировская область и Ставропольский край. Если брать норковые изделия, то норка как выращивается в Кирове и шьется в Кирове. Новинка данной выставки – коллекция одежды из эко-кожи. Это уникальный, высокотехнологичный материал, который производится только на натуральной тканной основе с полиуретановым покрытием. Этот материал не имеет вредных добавок и поэтому является экологичным материалом. Мягкое и эластичное изделие из эко-кожи будет радовать не только красотой и теплом, но и комфортом. Каждая модель неповторима и имеет свой фасон, изысканную отделку и разнообразную световую гамму. Практичный и актуальный для девушек-автомобилистов меховой жилет будет ярким дополнением вашего образа. В преддверии 8 марта приглашаем всех жителей Наринмара и гостей города на нашу выставку. Меховая выставка «Зимняя сказка» ждет покупателей в торговом центре «Зима-Лето» с 11 до 18 часов по адресу улицы Ваучейского, дом 2А по 6 марта. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.